Мы, конечно, теребим разные темы, но не пытаемся упругость доводить до твердости. Мы теребим, чтобы постоянно был просто упругий. Это и называется дю баланс. Внимательный путь. Мы обсуждаем тему, кто я. И вот скажу вам так. Сказать, я иногда задумываюсь, могу ли я сказать честно, в общепринятом понимании, открыто, без каких-либо утаиваний о себе, людям. Независимо от того, кто передо мной сидит. Мой сын, жена, отец, друг или другой человек. Ты хочешь универсальное какое-то слово услышать. Нет, я имею ввиду, могу ли я сказать открыто и честно о себе абсолютно всем. А смысл? Не знаю. Смыслу-то нет. А почему нет смысла? Вот задай вопрос. Ну, всем. Зачем? Были бы все одинаковые, были бы забором. Поэтому... То есть, ответ, кто я, зависит... Твой вариант ответа зависит от того, с кем ты общаешься. Да. Ну, хорошо. Я сижу с математиком. Я что, я могу... Вы знаете, меня так интересует математика, что просто... Если интересует тебя... Блад, слушай, это механизм вот такого. Есть такое... Что ты понял? Да. Ну, смотрите, ребят. Ну, во-первых, есть как минимум два типа ответа на этот вопрос. Да, вот... Мне ближе испанский, я могу сказать так, что... Когда еще хотят узнать, кто ты как личность, то задают одно вопросительное слово. Когда хотят узнать, кто ты по профессии, то звучит другое вопросительное слово. Да? Вот профессия у нас... У меня вообще... Сейчас не тема нашего разговора, а вот кто ты по сути, да? Кто ты по сути. Это, конечно, очень важная тема. И Роман ее поднял вполне основательно. Ну, так вот... Я сторонник, скажем так, лаконичных выражений. Изредка в том числе и применяя какие-то крепкие выражения. Не для того, чтобы... Не потому, что я, скажем так, поборник бранных слов. А для того, чтобы сразу было ясно. То есть, чтобы без долгих рассуждений человек понимал какую-то картину или то, что я хочу до него донести. Да? Ну, и лакомизм для меня это такая вот вещь. Ну, и в этом же... Исходя из этого же стиля общения, я люблю приводить всяческие примеры. Ну, вот один из них. Поскольку мы каким-то боком касаемся боевых искусств, то вот один пример. Причем из нашей современной жизни. Вот в Красногорском муниципальном округе, где я проживаю, да, на сегодняшний день, там есть некий депутат муниципального Красногорского совета, который не говорит по-русски. При этом у него есть паспорт, который... Официально выданный паспорт, который подтверждает его официальное... Это известный ММА? Да! Мэнсон или как? Да, Мэнсон. Это самый Мэнсон. Ух ты! Так вот, вот история. Пример, вернее. Интересно, он депутатом стал? Ребят, ну, вы будете слушать или будете... В процессе рассказа вы все узнаете. Короче говоря, вот он приходит на... У него в кармане паспорт, выданный известным образом, который я сейчас расскажу. Он приходит на депутатское собрание с переводчиком. И участвует с переводчиком в этой вот беседе. Ну, во-первых, сходу я вам скажу там, да, что... И вы наверняка меня все поймут, мыслящие люди, что это незаконно. Человек, который имеет российский паспорт в кармане, он должен как минимум сдать тест, экзамен... Ну, так на роде в странах мира. ...как на знание русского языка. То есть он получил этот паспорт совершенно незаконно. И таким же мошенническим путем он стал депутатом, да, раз... Почему, объясняю. А история такова. Был официальный бой, да. С нашей стороны выступал известный человек, мною очень уважаемый там, да, который этого самого Мейсона просто уделал. Официально, легально он выиграл бой, да. Вот после этого этот самый экземпляр, он как себя повел. Рядом оказалось первое лицо государства. И этот самый побитый пёс, другого слова никакого, я по-братке ему не могу, учитывая его поведение там, да, начал восхвалять существующий строй в Российской Федерации и петь гиферамбы нашему первому лицу. Воспринято это было, скажем так, благосклонно, там, да. И окружение первого лица тут же это зафиксировало. Ну, а дальше всё очень просто, там, да. Вот в нашей сегодняшней жизни звучит слово халуй и халуйский, да. Ну, вот халуйское окружение, чтобы доставить удовольствие первому лицу, оно по мановениям волшебной палочки организует ему российское гражданство в нарушение закона без всяких экзаменов по русскому языку, а потом известным способом, там, да, через там партийные списки, отправящие партии и прочие лазейки делает его депутат, да. Ну, вот пример. Вот вопрос, да, который я задаю. Кто вот этот вот депутат? Ну, у меня ответ простой. Это пёс, как побитый пёс, который виляет хвостом. Хорошо. Кто это окружение, которое вот всё это организовало, да? Я отвечаю, это халуйское окружение. Это халуи. Ну, тогда возникает и последний вопрос. А кто первое лицо, который всё, который так себя повёл в этой ситуации, там, да? Ну, с учётом того, что мы, благодаря ему, находимся в противостоянии со всем остальным цивилизованным миром, да? Вот он... Это один из метод противостояния. То есть, они вот меня не любят, я сделаю так, что лицо, которое было за них, станет за меня. Но вот этот метод противостояния, он характерен, по моему разумению, для лиц, которых можно охарактеризовать, которые... Это дешёвый метод противостояния. Но если ты пользуешь дешёвые методы противостояния, то ты и сам дешёвка. Ну, я бы не сказал, что они дешёвые. Они же действуют. Они же свой результат приводят к своему результату. Они к чему привели? Они привели к тому, что некий побитый пёс сидит в кресле депутата и занимает место какого-то красногорского жителя, красногорского района. Там ни бельмеса не понимает толку от него, как с козла молока, потому что он по-русски даже не говорит. И всё это было сделано по щелчку в угоду одному конкретному лицу. Только для того, чтобы потрафить ему, чтобы доставить ему удовольствие. А при этом получить благодарный взгляд от него за то, что они всё это организовали. Так вот, я к чему рассказываю эту историю? Я считаю, что, чтобы она ответить на вопрос, кто ты, вот именно по сути, по-человечески, надо всегда ценить, расценивать людей по их делам и поступкам. А по делам и поступкам есть побитый пёс, есть халуйское окружение, и есть первое лицо страны, которое ведёт, использует неподобающие методы. Вот, теперь вернёмся, поскольку мы тут втроём обсуждаем, да? Втроём, да, с тут аудитория, у меня попало сошелиться. Вот, на вопрос, кто я. На этот вопрос я могу всегда ответить и скажу, что в том состоянии, в том возрасте, в котором я нахожусь, я человек, который делает то, что должен делать. Всё очень просто. Я... У меня такие отношения с моими детьми, которые ложатся в одну простую формулу. Вот, как отец должен относиться к своим детям? Просто. Отношения с друзьями, которые здесь сейчас сидят передо мной, да, они тоже простые. Я себя веду с друзьями так, и отношусь к ним так, как я должен относиться к друзьям. Во всех других ситуациях, ну, я не знаю, можно спросить с теми людьми, которые сталкивались со мной, которые тренировались со мной там, какие-то времени там, там, там. И я думаю, что ответ будет... ответ будет... не просто... если речь идет о тренировках, там, да, не просто он, несмотря на свой возраст, находится в хорошей физической форме, и с него можно что-то подчерпнуть. Но я думаю, что еще будут, как в этом отзыве обо мне, будет какое-то уважение. Вот для меня это очень важно. Когда тебе дают какую-то оценку в уважительном тоне, с какой-то... с уважительным оттенком. Ты можешь сказать, что ты... То есть ты сам о себе, говоря, кто я, ты можешь сказать, что ты... Опираешься на оценку окружения. Что ты опираешься на оценку окружения. Что ты... Как это? Положительный. Нет. Я повторюсь. Я тот, кто делает то, что должен делать. Это вот так. Именно делает. Понимаешь? Потому что, как я уже сказал, людей оценивают, сущность людей, по делам и по поступкам. И по результатам. Да. Которые он произвел. Вот по делам. Поэтому делать надо то, что ты должен делать. А вот какие же у тебя представления сложились в твоей головенке или башке там, да? Вот они и будут диктовать тебе эти действия. Поэтому... Ну, тяжело же, вот, смотри, тяжело же, мне так кажется, вот, не каждый способен устоять перед натиском внешних обстоятельств. Да. Чтобы не изменить вот это, кто я. Понимаешь? Не изменить то, что ты говоришь, делать то, что ты должен делать. Понимаешь? А не то, что нужно. Да. Понимаешь? Ты вот вроде бы... Нужно это, а должен это. И конфликт. Вот ты говоришь результаты, да? Я вам могу сказать вполне откровенно. По-другому и быть не может. Что вы спросите моих детей. И они вам скажут, что лучшего отца нам не нужен. Это может быть такая пафосная речь, там, да? Но для меня, для меня, это очень важно. И вот чтобы так было, я делал все не для этой оценки, да? А вот говорят, есть такое выражение, ты будь самим собой. В любой обстановке, в любой атмосфере, там, да? и будет все нормально. То ли народ к тебе потянется, то ли еще что-то такое в этом духе, да? Это очень важно. Это очень важно. Вот роман, вот я могу сказать про него, он всегда находится в состоянии сам собой. Если у него, в нем внутри какие-то происходят процессы. Он с нами, с друзьями своими, какими-то своими мыслями, косвенно, задавая вопросы, или что-то произнося, или т.п. т.д., я вижу это чувство. Он постоянно находится в каком-то там развитии. Не в поиске, а в развитии. Потому что ищут те, которые еще не обрели что-то. А человек самодостаточный, он находится в каком-то постоянном развитии. Он постоянно что-то уточняет. Постоянно что-то хочет увидеть куда-то дальше, чем видится сейчас. Да? Это очень такое. Слушай, а вот смотри, Андрей, вопрос такой вот сейчас у меня возник. Вот сказать о себе или кто-то скажет, сказать о себе, кто я, или кто-то скажет, кто ты. Вот эта разница есть между... Если это совпадает, если это совпадает, тогда ты достиг того, что хотел. Если это не совпадает, тогда включай котелок, пускай он немножко поработает, чтобы где-то что упустил, где-то что... Слушай, Андрей, ну интересно твои размышления. Ну так. Ну опять, да, размышления, если про детей. Вот ты лучший отец для детей, не своих. Ну, хорошо. Я же не могу для твоих детей стать лучшим отцом. У тебя что есть? Да, я даже в соревнования не могу вступить с тобой. У тебя есть? Ну, понимаешь, мы уже... Твое-мое. Ну, уже я. Вот это разделение пошло. А здесь есть еще такой момент. Разделение о чем? Вот смотри, вот мы ехали в машине и тоже говорили. Буквально вчера я на один YouTube-канал нарвался. Кстати, я ссылку там в описании тоже дам. Это по нашей теме, типа, похоже. Круглый стол, но с известными актерами американскими. И там Уилл Смит, он сказал такой вопрос по поводу правды. Помнишь, да? Андрей, я тебе сказал, что у правды нет стороны. У правды не бывает красная или белая. Она не занимает ничью сторону. И вот этот вопрос к тому, что ты говоришь, то есть, если... Правда у каждого своя. Нет, она своя. Истина. Но она не занимает ничью сторону. Идея в том, что правда это и есть синоним истины. Мне кажется. Правда это и есть или результат истины. Может, нет? Нет. Там вот картинку, я тебе пришлю эту картинку. Есть цилиндр такой, и откуда падает свет. И в одном случае он квадрат, в другом случае круг. И то, и то правда. А истина, что это цилиндр. Вот картинка, это вот восприятие. Да, Андрей сказал, что есть фильтры у нас. У нас их наложили, и мы чистыми, но никогда не будем. Они вот через призму мы смотрим. Ты через свою, я через свою. И вот эти вот... Они скажут, но у нас есть возможность, нету возможности изменить картинку, но есть возможность изменить эти установки. Понимаешь? А эти установки, они настолько с нами сливаются, что мы их не осознаем. И осознать мы можем только через внешние факторы, как отражение в зеркале. Но зеркало должно быть чистое, незамутненное. Так же от общения с человеком. С кем-то есть контакт. Ну, ну просто мы состоим-то из разных. Но есть венозная, лимфатическая система. Это тело состоит. Так же и это. Ум, разум, там, это самое, честь, совесть. Понимаешь? Разные уровни. И вопрос, с кем ты разговариваешь там? Я научился даже, ну, как бы, с телом разговаривать. Не с человеком, потому что он меня не поймет. Когда, ну, во время тренировки, я имею в виду. То есть, надо так его вести, тело, чтобы оно безопасно, и оно, это самое, тренировалось. Но, это не вынижение, что пришло там тело. Пришел человек, да. Но, пришел что он? Тренировать тело, тренировки, волю. Ты подаешь такие сигналы, чтобы их улавливало тело, а не что-то. Да, да. А следующий уровень, когда проходит какой-то, ты работаешь уже с полем. Ну, это вот, Чумак, Шпировский, там были все, вот они, зомбировали там народ. Но здесь дело не в этом, что, ситуация, когда агрессия, да, я просто сталкивался, я пока этим управлять не могу, что человек сдвинуться не может с места. Он вроде хочет, но, посылается, ну как вот, я не знаю, но это не разовая акция, это вот проблески такие там, что он, брат, ну что ты ему не дает, ему не дает. А что ему не дает? А ему не дает им сил. Возьми такие ситуации бывают, когда, ты не можешь, убежать или там, или что-то, да, он пыжится, да я, да сейчас тебе, по морде там, да, мужик сказал, мужик сделал. Но я знаю, что как только он шевельнется, все, я не допущу, чтобы он дышал потом. И тогда он понимает, что он понимает, а ты понимаешь, ты, ты, степень ответственности, потому что везде камеры, да, и нужно делать так, чтобы не было это, превышение пределов самообороны. Надо обнять человека, с ним упасть, ну, и откачать его. Плохо стало ему, человеку. Опять, но если у тебя есть удостоверение, которое силок силы, то ты можешь безнаказанно. А если у тебя есть безграничная власть, ты можешь любого по волшебной палочке делать, кем хочешь. А он холодный. Андрей, слышишь? Жречего нету, конечно. Кем хочешь ты можешь делать. Ну и пиво уволит. А мы сейчас включим, мы смотреть не будем. Ну все, ладно. Возьмем, действия совершим. Так, ну как мы сейчас... А что мы тут все, чук-чук, движуха такая, заставили Андреюху там, на кнопку нажимать. Ну чуть-чуть. Мы тогда, тогда мы что? Мы завершаем вопрос, и я хочу тоже в завершении маленькое сказать. Вы сказали, кто ты сказал, кто Андрей сказал. Что-то я наговорил, или что? Еще наговорил? Да, он сейчас. Это нападает. Не горит ничего. Все горит. Все горит. Надо посмотреть, правда. Правда в глаза. Вот, красный глаз. Я хочу сказать, что вот мне понравилось выражение, у правды нет стороны, правда не занимает ничью сторону. Я буду с критиками. Не перебивать. Мне понравилось это, что правда не занимает, не должна занимать ничью сторону. Так, соответственно, когда я говорю о себе, кто я, значит, я не должен занимать ничью сторону. То есть, я не должен сказать о себе так, чтобы каким-то образом понравиться левой стороне, каким-то образом понравиться правой стороне, каким-то образом понравиться впереди, идущим, как и так же, я должен сказать так, чтобы это, по сути, это вот этот дзюк, понимаешь, как бы, вот эта податливость, ну, как бы мягкость, я не говорю, что это трусость, да, и там, или страт, но это некая вот такая субстанция, которая она, по сути, вот мне так кажется, она пустая, то есть я пустой, но в целях, наверное, так, вот этой истины я становлюсь цельным, говоря о себе так, что я пустой, вот, мне кажется, вот я пустой, вот, я пустой, хлебушка съешь, но не в том плане, что я голодный, нет, ты сейчас говоришь, как голодный, но с другой стороны, вот видишь, как, я пустой, ты мне говоришь, съешь хлебушка, я могу начинать, твоя правда в этом есть, я понимаю это, и я сейчас съем, заканчиваю наш разговор, значит, кто я, поэтому, я почему задал эту вопрос, мы зачастую, надо в поюте есть, потому что там кастрюлю, да, мы зачастую начинаем спрашивать других, кто ты, ну, как я сейчас начал спрашивать тебя, начинаем, себе не ответив, да, себе не ответив, кто же я, как это говорится, прежде чем, мне понравился один, кто-то, в седьмом веке до нашей эры, один там греческий философ сказал, один из семи мудрецов, он сказал так, прежде чем, давать, значит, в государстве дать народовластие, дай народовластие в своей семье, и к вопросу о том, прежде чем воспитывать кого-то, воспитывай себя, других просто, ну, люби в том понятии, если ты будешь таким, то все соседи скажут, он такой, понимаешь, или корона разовьется, нет, здесь другой момент уже, здесь опять вопрос, вот правда, правда не занимает ничью сторону, соседи, они в этом смысле независимые эксперты, и их мнение ко мне, оно не займет ничью сторону, оно даже не займет мою сторону, это их мнение, оно не займет мою сторону, потому что я пустой, вот мое такое, и я просто, это ихнее мнение, никак не повлияющее, в том понимании, как бы, изменяющее мое представление, о спереди идущих, сзади идущих, оно не понимает ничью сторону, понимаешь, и мне это нравится, мне это делать, и я... И потом, как изменить это состояние, когда ты это состояние уже обрел, ты уже с ним живешь, это само собой разумеющееся, как на него повлияешь? Никак. Ты идешь дальше, ты с этим состоянием идешь дальше, тебе живешь, жизнь интересна, разнообразна, ты... Об этом, кстати, тоже один из сегодняшних, живущих один, ну, ну, так и философов, он сказал такую вещь, что это типа состояние молитвы, то есть мы можем читать молитву, но ничего не происходит, а это разные вещи, человек, живущий в молитве. Человек живущий в молитве.